Одна четвертая финала Брянской Лиги КВН проходила во Дворце Творчества имени Гагарина 21 и 22 апреля. В общей сложности 11 команд боролись за выход в одну вторую финала. По итогам три команды из каждой игры напрямую проходят дальше. Также жюри имеют право добрать несколько команд дополнительно. В этом году Брянская Лига КВН действительно приобрела статус международный. Помимо местных команд на сцене выступали команды из соседних регионов, а также ближнего зарубежья. Новый редактор Брянской Лиги КВН Максим Киселев, чемпион премьер и высшей Лиги КВН, капитан смоленской команды «Триот-идиот» высказал свое мнение относительно подготовки команд участников. Прошло чуть-чуть больше, чем месяц, времени не так много было отвезено командов на подготовку. Но кто-то, как обычно, как обычно бывает в любом спорте, в любых соревнованиях, кто-то немножко вырывается вперед, кто-то до сих пор топится на месте, кто-то чуть-чуть подотстал. Ну то есть ведется конкурентная здоровая, конкурентная борьба. В первый день на сцене выступало пять команд. Гости из Украины команда «Смайлы» добралась к нам не в полном составе. Ребята выступали вдвоем, но это не помешало им занять третье место и напрямую выйти в полуфинал. Ну что, а сейчас страничка аудио-юмора. И на третьем месте нашего хит-парада отчет Виталия Кличко о проделанной работе. Команда КВН «Исхимок» облика морали также прошла дальше. Ребята впервые вышли на брянскую сцену примерно месяц назад, приняв участие в фестивале. И уже тогда полюбились брянскому зрителю. В Москве на день города разгоняют облака пушкой. А сейчас давайте представим, как это делают в Болпино. Давай, давай, Лирия возьми, вот так, еще облачки. Эта лига очень популярна среди химкинских команд на самом деле. Правда, только мы доехали до нее. А так все химкинские команды туда стремятся. Всех хотят попасть. Брянская команда сборная завода прошла дальше с первого места. В таком составе КВНщики играют первый сезон. Но у некоторых участников за плечами уже есть опыт игр в КВН. Несмотря на то, что ребята работают на серьезном секретном предприятии БМЗ, их чувство юмора не спрячешь. Представьте, супергерой спас девушку. Она попросила его снять маску, чтобы поцеловать. Но он оказался стрёмненький. Ну, в принципе, те подицы ко мне не особо приставали. И вообще, это не они ко мне приставали, а я к ним. В музыкалке отличилась брянская команда кто откуда. Их музыкальный конкурс был посвящен смене радиостанций «Губернии ФМ» на «Лаврадио». «Губернию ФМ» еще называют любимой радиостанцией маршрутчиков. Ребята в полной мере смогли передать чувства, присущие брянским водителям в связи со сложившейся ситуацией. А у нас есть еще один звоночек. Ну, все, не плачет, заберите. Я водитель 38-го маршрута. Под вашей песней люди никогда не жаловались на шоу маршрута. Потому что громче включаю русское радио наушник. А мне напоминают, что эмпир в «Губернии ФМ» подошел к концу. И тебе обещают новое молодежное «Лаврадио». Спасибо директору «Лаврадио» за обустройство судей и за материнскую заботу. Вторая игра была не менее насыщенной и интересной. Шесть команд боролись за путевку в одну вторую. Минск, Орел, Брянск. Такова география команд-участниц второго дня соревнований Брянской лиги. Самой юной оказалась брянская команда «Сборная абитуриентов». Ребята выступали достойно, но для попадания в полуфинал все же не хватило опыта. Первое место заняла команда из Минска «Одна такая». Орловская команда «Новые кадры» также попала в полуфинал с третьего места. Вторыми стали брянские ребята из команды «Доброе утро». Судя по накалу страстей и борьбе, развернувшейся между командами на сцене, игры одной-второй финала обещают быть еще более насыщенными и интересными. Татьяна Сычкова, Максим Кузнецов. События. Брянск.